он друзья рад вас приветствовать на семинаре рад что вы нашли время и нашли силы прийти сюда потому что как показала практика не всем возможно сюда прийти даже люди которые планировали к сожалению у них не пришло не получилось прийти силу определенных обстоятельств о которых я сегодня как раз и расскажу это очень важно важно почему потому что именно эти обстоятельства будут влиять на ваше развитие в вашей теперешней жизни тема нашего семинара называется йога и социум взаимодействие и методики взаимодействия и закономерности развития да то есть мы рассмотрим как мы можем и как нам стоит нужно как описание нам рекомендуют древние ну и соответственно опыт моих учителей и мой личный опыт поговорим о том как мы можем развиваться в городе эффективно и у многих конечно же будет появляться мысль в определенный момент почему бы не уехать в какой-нибудь ашрам да или куда-нибудь в лес и соответственно развиваться вот именно на этот вопрос я тоже начнем именно с него чтобы у вас было понимание зачем вам нужно оставаться в социуме заниматься и развиваться в первую очередь нам нужно с вами пронаблюдать затем что такое тапас нам мне хотелось бы именно оговорить для чего для того что тапас является одной из первых трех вещей которая переходит из жизни в жизнь я надеюсь уже многие из вас знают что жизнь наша не одна и реинкарнация существует если вы до сих пор сомневаетесь в этом факте то вы можете в интернете набрать на сайте ум точка ру есть целый отдел реинкарнация в котором очень много доказательств научно доказанных примеров которые показывают о том что реинкарнация существует наша жизнь нет кому это потребовалось и когда это уже отдельный разговор на изменить нашего мировосприятия соответственно вы понимаете да если вы понимаете что жизнь ваша не одна и вы так скажем на на будущее смотрите то жизнь жить вы будете в этой жизни нам наиболее эффективно но как нам прививает наше общество средства массовой информации что живи сегодняшним днем жизнь одна гуляй вася там еще что то то соответственно и мы будем жить полностью растрачиваем растрачивая наш тапас что такое тапас в во многих писаниях описывается это по-разному вообще переводится тапас это как жар и нагревать накалять вообще стоит начать именно с основного писания которые на котором базируется вся наша современная йога писание называется йога сутри патанжали это восьмиступенчатая линия развития любого человека любой сущности которая находится на нашей земле и которая может развиваться а я вам скажу что развиваться к сожалению в нашем мире может могут только человеческий род если вы попадете ни в коем случае в мир животных то оттуда выбраться вам будет очень тяжело поэтому сразу начиная с этого момента цените свою жизнь цените то что у вас есть возможность развиваться в человеческом обличье и в этом мире потому что существует очень много миров об этом пишут различные авторитетные писания такие как йога васиштха с утра лотоса благого закона и так далее и тому подобное в них описывается что наш мир мир страстей но плюс этого мира в том что мы здесь можем максимально развиваться на когда у вас вокруг все подложено под попу мягенько вы сидите все вокруг идеально то соответственно и вас не будет и мысли появляться чтобы развиваться поэтому в этом мире к сожалению многие люди подвержены страстям желаниям ну так скажем все но есть такой инструмент как йога который позволяет нам эти страсти желания приструнить и очень хорошее есть выражение я им очень часто оперирую желание наши как маленькая бочка но стоит подойти к нему поближе и открыть крышечку да то вы увидите бездонная просто пропасть которая не имеет ни конца ни края и вы даже сейчас проанализировав своей жизни можете убедиться в том что когда вы начинаете удовлетворять одно желание за ним появляется еще 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 купили новый телефон появился новый вы хотите еще 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 новая машина появилась новая модель хочется еще там съели одну конфетку смотрите вы уже там это целый пирог закидываете в себя не не понимая что происходит вот поэтому желаниями нужно бороться и есть для этого инструменты которых я также проговорюсь что такое тапас я все-таки расскажу свою точку зрения как я понимаю что такое тапас тапас это некий сырец некая универсальная энергия которая переходит из жизни в жизнь да как я говорил до этого три вещи которые переходят из жизни в жизнь это опыт ваша мудрость это карма то есть действия которые вы сделали или не сделали да то есть всего все ваши действия или без действия влияет на ваше последующее развитие и мира существование скажем так и третье это тапас да то есть той энергии которая накапливается только при помощи благодарности что это значит если вы взяли пожертвовали алкоголику денежку и он пошел и на эти деньги выпил то соответственно вы вместе с ним разделяете эту негативную карму поэтому пожертвование или подаяние тоже здесь нужно быть очень внимательно потому что все до чего вы касаетесь до чего вы в чем вы участвуете все будет влиять на вашу карму и на ваш тапас но тапас просто так если вы есть такой тип людей которые просто вот делает все для других только только накапливать благодарности при помощи одних и тех же благодарности тапас не восполняется он восполняется только при использовании еще аскезы то есть аскеза допустим когда вы стоите в асане или там занимаетесь хатха йогой вы терпите там вас тянется все болит или там в балансе стоите то есть вы прикладывать усилия и терпите аскезу и вот это вот аскеза берет вот этот вот срез и перерабатывает именно вот в тапас в ту мир универсальную энергию которая поможет вам в дальнейшем как понять много ли у вас тапаса или нет вы наверняка знаете людей которые живут ни в чем себе не отказывая у них все есть там яхты и машины дома прекрасные все проекты которые они за которые они берутся все выходит просто в идеал это показать от того что у человека накоплен в прошлых жизней очень много тапаса и соответственно когда он начинает и сразу ключевой момент когда вы только начинаете о чем-то думать да вот вот хочу новый телефон вы берете семя и бросаете в землю а поле поливаете вы и это семя своим тапасом соответственно чем у вас больше этого тапаса тем быстрее это семя и прорастет и вы его больше лучше удобрите но здесь особый момент если вы подумали об этом о какой-то вещи который вам не потребна в жизни да вот есть у вас телефона быть ну вот вам нужен iphone 10 вот просто не жить без без этого не можете вы но если я сесть и подумать хорошенько то на самом деле вы сможете существовать до ничего вы не сможете существовать вы не можете существовать без воздуха без еды там да ну и чтобы у вас была крыша над головой а вот без последней модели телефона вы существовать можете но вы уже посадили это семя и она в любом случае будет взращиваться и тратить ваш тапас вы здесь вот очень важный момент на почему очень нужно свои желания мысли всегда контролировать вы подумали невзначай чем-то но это уже закинулась на и начало там сама себе взращиваться уже без вашего того как скажем участия да благодарю вы наверняка тоже во всей своей жизни виде замечали такое что если вот вы сядете и сделайте срез вашей жизни то вы заметите то что то что вы мечтали 10 лет назад планировали ли 5 10 лет назад то все существилось в той или иной степени она все равно существилось просто у у нас люди в основном из-за чего страдают то что не случается это вот прямо когда вот я захотел здесь и сейчас да и тогда начинает начинает человек страдать и соответственно тратить свою энергию тапас и пребывать так скажем в невежестве что еще важно по поводу тапаса ну тапас также может сжечь загрязнения психики да тапа совершаемые ежедневно как составляющая неямы она характеризуется как строгость аскетизм самоограничение то есть это часть того что я вам сказал то есть если вы себя живете в более менее аскетичных условиях то есть там не в роскошь не покупайте много вещей которые тоже очень важно да если вы много покупаете разных вещей обычных до или там всяких безделушек на все вы тратите энергии потому что вы в каждую вещь вкладывайте свою энергию и уделяете этому внимание все чему вы уделяете внимание все что вы трогаете там есть какие-нибудь вещи постоянно вот почему четки на очень полезны но и используются буддистами особенно потому что они когда занимаются внутренними практиками самосовершенствования они вкладывают энергию туда да они то есть они пребывают с отличном состоянии и соответственно вот эти четки они перенимают к себе эту энергию и когда плохо или нужно подпитаться так скажем то они берут эти четки и соответственно используют эту энергию в своих целях ну и самоограничение соответственно вы не тратите этапа используйте вот только тогда когда вам нужно именно в те вещи которые нужны почему очень важно также до пожертвовать на какие-то благие дела рассмотрим вот ну меня да люди жертвовали за занятия мне какую-то сумму я на эту сумму приобрел свет теперь с этим светом я снимаю более качественный контент более качестве у меня получается занятия соответственно я несу благо людям люди развиваются люди самосовершенствуются и хотят они этого или нет даже не если они не говорят я благодарю вас но они становятся лучше благодарность прилетает автоматом не соответственно вы вложили помогли до в ту или иную какую-то вещь или просто там помогли мне не обязательно материально до в какой-то помощи соответственно процентом эта благодарность прилетает вам даже вы этого не осознавая то есть вы таким образом как знаете в банке положили в банк под процент и она накапливается чем больше я благих дел делаю чем больше благодарности мне прилетает соответственно и вы получаете свою долю это работает также с энергией и об этом очень много написано в писаниях поэтому ну именно в такой форме конечно не написано что вы там вложили вам процент приходит но косвенно об этом всегда пишется поэтому очень важно именно вкладывать и помогать тем людям которые ей несут если у вас нету возможности пока самим нести знания и накапливать благодарности то помогайте именно тем людям которые и это делают сейчас и соответственно ваша жизнь будет меняться это сто процентов это на моем опыте уже испытанная тоже йога волна то есть там никто никому ничего не платит это все благотворительность только для того чтобы люди просто начали заниматься самосовершенствоваться почему потому что если чем больше людей будут развиваться самосовершенствоваться и становиться на путь так скажем развитие то и мир вокруг будет меняться вы не забывайте что у вас дети у детей будут еще дети внуки и там и так далее если вы не думаете хотя бы о себе сейчас то подумайте о том мире в котором будет жить ваши дети потом почему потому что сейчас вот замечая какое подрастающее поколение мне страшно мне реально страшно когда я вижу что двадцатилетние девушки уже идут с коляской и по дороге курят то у меня закрадывается вопрос чему они могут научить этого ребенка если они сами еще даже не поняли вообще в чем смысл жизни и и сами не научились вообще жить и то есть ну я вижу это так что включая дебильные мультики в которые заложена специальная информация для деградации общества и соответственно не как у нас детей воспитывают включили мультик да и как там отойди не мешай вот смотрим мультики и все поэтому конечно же стоит прикладывать силе еще один очень важный момент если вы думаете что вы маленький муравейчик который не способен изменить этот мир то поверьте мне каждый человек сможет может изменить этот мир даже если вы сами изменились и хотя бы одного человека в своей жизни изменили к лучшему увидели что он стал на путь развития самосовершенствования уже ваша жизнь прожита не зря можете в этом быть уверенны и чем больше вы будете вкладывать в этот мир помогать и развиваться людям и себе тем больше будут заинтересованы высшие так скажем инстанции и они будут помогать вам всячески поверьте мне они в этом заинтересованы наш мир идет под сильную наклонную поэтому такие альтруисты которые помогают и несут знания людям соответственно получают очень хорошую поддержку извне хорошо быстренько пробегаемся у нас есть физический тапас устный тапас и мусорный тапас физический тапас это брахмачаря служение гуру или мудрецам практика ахимса или ненасилия то есть ахимса уже многие знакомы на то есть эта практика ненасилия не причинение вреда живым существам не словом не действиям и не мыслью вот это важно да то есть если вы просто перестали есть животных да перешли на вегетарианство но все равно направляйте лучи добра на каких-то людей то же самое осуждение вот с этим конечно в первую очередь тоже я борюсь как же не пообсуждать каких-либо людей что они сделали не то что соответствует вашим ожиданиям да в основном когда нас осуждаем людей когда что-то не соответствует вашим ожиданиям да вот человек какой-то сделал так вот вы думали что нужно так вы начинаете его осуждать но что вы получаете взамен от этого только прилетаете негатив и накапливаете себе негативную карму соответственно с этим тоже стоит вам расстаться в определенный момент устный тапов говорить правду соблюдать обет молчания не вреди другим недобрыми и негрубыми словами говорить полезные слова изучать священное писание все это тапа с речи ну то есть понятно да что конечно же конечно же брань матерная различные плохие там слова которые обижают людей все это умственный тапов когда вы ограничиваете себя я всегда говорю что самое тяжелое это не вас они стоят там и пыхтеть считать а именно разговаривать то есть когда человек разговаривает он тратит очень много энергии соответственно если у вас есть возможность не поговорить лучше помолчите да даже у нас в русском языке в нашей традиции всегда говорят молчи быть умным соответственно все это не зря и везде это имеет определенный смысл поэтому если у вас есть возможность помолчать то лучше помолчить и и накопить энергию когда вы начинаете молчать особенно на випассане такие практики ретрит випассана там обязательно в течение 10 дней на люди молчат и не разговаривают почему потому что опять таки они тратят энергию когда вы не тратите энергию то она начинает подниматься к более верхним отделом до более верхним чакрам и соответственно чем выше энергия находится тем шире кругозорова становится то есть у вас была какая-то определенная проблема и вы были на нижних чакрах но если вы поднимите эту энергию намного выше то есть соответственно и вы на эту проблему посмотрите как уже не проблема и решением придут к вам намного быстрее и эффективнее умственный тапас как я и сказал умственный тапас это вы не думаете о людях плохо и соответственно не тратите эту вашу универсальную очень дорогую энергию на всякую непотребную деяние на с философской точки зрения медитация является высшей формой тапаса да поэтому вот сегодня мы с вами практиковали концентрацию если практиковать ее более в течение часа хотя бы то там уже затрагивается практики имени именно медитативный я надеюсь вы уже давно поняли что медитация это не сидеть и релаксировать на берегу моря и слушать шум прибоя или там представлять себе что вы в каком-то прекрасном месте на самом деле медитация это очень кропотливый и тяжелый труд намного тяжелее чем заниматься асанами именно поэтому сейчас йогу перевели в то что это тупо физуха это только асаны почему потому что людям очень трудно заниматься духовными практиками практиками внутренними ну вы прекрасно знаете да вы можете сесть 10 минут или 15 хотя бы прикройте глаза и попробуйте ни о чем не думать вы убедитесь в том что это настолько трудно что вам прилетят различные мысли как я все время говорю утюг там не выключил надо позайти в соцсеть посмотреть а там сосед шумит а тут кто-то воду включил да и вообще тут солнце светит надо поехать на шашлыки да давно не жарили тела бедных жестоко убитых животных пора бы их еще и пожарить мало и они натерпелись вот но есть и крайность насчет тапаса в древней мифологии очень много описывается в том что злоупотребляли тапасом да то есть такой мифологический персонаж как равана он накопил очень много благодарности он был сначала хороший в одно время это из описания рамаяна почитать обязательно хотя бы посмотрите есть очень много различных снятых сериалов хотя бы это посмотрите и возможно у вас очень много изменится мыслей да и мысли формы соответственно равана он очень много всего делал но одно из таких вот жестких накоплений тапаса он отрыбал свою голову напротив над костром и посвящал эти заслуги шиве соответственно как бы ну он же делал благородно то есть он бы свою жизнь то есть самое ценное посвящал божеству и таким образом он накапливал тапас накопив таким образом тапас заслуги он стал так скажем бессмертным то есть никто даже из богов не мог его убить ну там была соответственно многоходовка которая позволила это все прекратить причем как показывает практика это не раз происходит да через некоторое время рамаяна повторяется по циклу соответственно святость придет если совершенствовать себя нравственно да то есть работать над собой комплексно нравственно физически духовно и интеллектуально только комплексно подходя к развитию будет развитие если тупо заниматься асанами и физиологии никакого развития не будет вы в определенном моменту упретесь в стенку да где вы там у вас будет пускай будет все шпагаты там но ногой за голову но что дальше а сколько бы вы не накапливали материальных благ как бы вы ни свое тело не модифицировали не накачивали там попы красивые да и все равно это все останется в этом мире у нас перейдет в следующая жизнь только карма мудрость опыт и тапас поэтому на этом стоит состреть внимание хорошо для начинающих заниматься йогой особенно первые три года очень важно почему потому что течение трех лет вы перерабатываете самскары так называемые что это такое это ваши клеши которые были привиты из жизни в жизнь да вот у вас привязанность допустим там не знаю секс или привязанность к сладкому или что-то там вы материтесь или что-то еще ну в общем все вот эти вот негативные качества с которыми вы пока не можете совладать или допустим вот все вокруг говорит вам о том что есть мясо нельзя но вы все равно вы знаете это вы осознаете это но все равно не можете с этим закончить чтобы вы не делали это лишь показывает о том что это самскару вы еще не отработали поэтому прикладывая усилия прикладывая терпение аскезы до соблюдая вы эти самскары рано или поздно в любом случае переработать и главное не опускать нос и опускать руки еще очень важный момент перед тем как мы начнем именно что делать в современном мире как я и сказал да самскары нам мешают развиваться на мешая также энергетические е паразиты называемые лярвами если вы еще не смотрели фильм москва 2017 очень рекомендую его посмотреть вот в нем очень хорошо показано как лярвы действуют на нас вот вы стоите в гипермаркете вроде купили себя фруктиков думаете все я сегодня такой с отличный я ем сегодня фрукты и салаты вот даже орехов не куплю но тут вы поворачиваете свой взор и видите снегерс лежит и вы думаете нет только не сегодня но вы выходите из магазина у вас уже заканчивается и вы пакетик выбрасываете в мусорку соответственно вас начинают замечали да такое вот появляется желание на вас начнет прямо вот пилить и пилить и пилить и пилить и пилить и пилить вот это именно вот эта сущность она прямо вот высасывает из вас когда вы съедаете батончик или удовлетворяете свое желание вы таким образом питаете и это существо как это действует вы съедаете вы выделяете то есть вы удовлетворились когда вы удовлетворяете какие-то желания потребности вы выделяете энергию и при помощи вот этой вот энергии это лярва питается чем чаще вы ее будете питать тем сильнее она будет становиться и захватывать ваш ум да потому что все в основном позывы идут от нашего ума как выявить есть ли у вас и лярвы и на чем они сидят вы берете лист а4 расчерчиваете его напополам и пишите все ваши желания а потом из них выписывайте только те без которых вы не могли бы существовать то есть вы написали там там машина телефон там дышать есть еще что-то а потом выписывайте именно то с чего вы действительно не могли бы существовать в этом мире и вот то что осталось это именно вот ваши лярвы и желания которые с которыми вам нужно работать и преодолевать их вот поэтому вот эти вот лярвы очень сильно тратят вашу энергию и не дают вам развиваться поэтому когда вы стоите в хатха йога занимаетесь прикладывать аскезу как то есть аскеза это не только там вы вот в хатха йоге стали там ногу за голову закинули и вам больно да это является аскезой и она помогает этой лярве отцы ну так скажем перестать вас насиловать почему потому что когда вы чувствуете боль и лярва чувствует боль соответственно когда вы прикладывать усилия держите аскезу аскеза тоже самое может быть вот вам хочется купить сыра вы веган там или сыроед а вот вам хочется сыра просто зубы скрипят вы не покупаете идете домой поели яблоко или это есть аскеза вы и соответственно это дало хороший пинок именно по этой лярве но если вы купили сырка там кусочек съели но вы ее подпитали она стала сильнее и власть на ней увеличилась поэтому очень важно заниматься хатха йогой первый этап до 1 пункт который позволит вам преобразовывать энергетический план да не только физический хотя в первую очередь именно на физику это направлено но работая над вашим телом вы будете работать над вашим энергетическим телом также я вам здесь уже многие заметили это и но как только вы дадите слабинку себе думаете а я сегодня не пойду заниматься да там приду через месяц через пол месяца потом и так далее то именно в этот день вам нужно идти и заниматься потому что эти мысли они не ваши и позанимавшись переработав вот эту вот всю низкую тяжелую энергию более тонкую и высокую вы выйдя из зала поймете что на самом деле да я вроде попал полтора часа попахал энергии стало больше и чувствовать себя стал лучше и все вокруг изменилось второе это пранаяма для начинающих на то есть обычные техники такие как хастрика многие капалабхати относят к пранаяме на самом деле как пишут древние писания хатха йога прадипика это является шаткарма то есть очистительной техникой поэтому хастрика полное йоговское дыхание уджая все вот эти вот пранаяма помогут вам активировать ту энергию которая пласты энергии которые лежат в вашем теле многие говорят что при пранаяме вы накапливаете энергию но я больше приверженец той теории что на нашу жизнь дается вот как я говорил да тапас то есть вот кусок энергии и при помощи пранаяма вы активизируете вот эти вот пласты энергии начинаете их использовать наиболее эффективно да вот вы подышали носиком а у вас энергия поднялась выше больше сил стало и соответственно получаться те или иные дела стали лучше шаткарма в нашем современном мире рекомендуется начинать именно занятие йогой с шаткарма то есть это подготовительные очистительные техники которые позволяют вам подготовить ваше тело к хатка йоге пранаяма и так далее да какие шаткарма существует хоути это набор техника ощущения пищеварительного тракта на такие как наули огнисара крия то есть много мы уже делали с вами басти метод промывания и тонизирования толстого кишечника это такая как кунжела шанг паркшалана вот на эти набор методов ощущения носовых ходов тратака практика созерцания позволяет очистить ваши глазные глазное восприятие потому что из нашего мозга к нашему мозгу подключено 220 миллионов нервных окончаний и 200 из них только идут от глаз соответственно когда вы практикуете тратаку вы очищаете можно сказать 70 процентов всех ваших нервных окончаний по которым также с энергетическим теле текут энергетический канал то есть как говорит нам писание что наша нервная система до нервное сплетение это также сплетение наших чакр и также по каждому нервному окончанию течет энергетический поток в энергетическом теле избавление от вредных привычек очень важный момент почему потому что сколько бы вы не накапливали энергию сколько бы вы не занимались хатха йогой пранаямой там все копили в себя были такими все воздушными соблюдая яму и яму но если вы не избавитесь от вредных привычек особенно там курение алкоголь да не думайте что там ну 100 кашку венчика можно выпить этот на новый год или все это лишь уловки маркетологов для того чтобы вот этот вот крючок который алкоголичный подсесть под вас вам как вот просто задача вам подсадить население на алкоголь почему потому что вы хотите заработать вам нужно продать товар как вы это будете делать но вы подойдете к нему и скажете выпей две бутылки водки и потом с отравлением попади в этот в больницу не они вам будут говорить по праздникам чуть-чуть можно да а на новый год ты что не пьешь так а вино же можно оно же полезно вино а чуть-чуть коньячка можно для сосудов да только для сосудов в вашей собаке которая будет сидеть рядом и смотреть на вас но не на ваши фишка в том что чем медленнее вы подсаживайтесь на ту или иную привычку тем тяжелее вам будет с нее спрыгнуть то есть это созданная годами маркетинговая политика которая позволяет вас настолько подцепить на вот эти вот привычки для того чтобы вы просто ходили отдавали деньги за это и тратили свое здоровье ну никому же не интересно о вашем здоровье главное чтобы несли денежки и в карман и все поэтому будьте эгоистами в этом плане и думайте о себе а не тех лярвах которые вас пилят и говорят вам пойти и что-нибудь сделай или выкуритую или иную сигаретку особенно начинающему йогу и не только ничего не останется на вы придете к тому что вы в определенный момент если будете потакать вашим привычкам плохим то что не только останетесь ни с чем но искать здесь еще ниже почему потому что вам была дана возможность заниматься практиками самосовершенствования практиками йоги а вы ими вы потратили эту энергию на удовлетворение своих потребностей поэтому высшие инстанции опять-таки затрону их вам просто дадут хорошего подзатыльника и прямиком вниз ну пока человек живет обычной жизнью беря жизнь все не предыдует ни на какое духовное развитие то с него и брать то нечего и он живет блаженством неведения но когда вы начинаете заниматься практиками самосовершенствования то и спрос с вас становится намного выше поэтому и прилетает различные трудности и будут появляться рано или поздно поэтому нужно уметь с ними справляться что еще хотелось бы сказать ну как и говорилось да вегетарианское веганское питание лучше всего конечно сыроедческое но не знаю как возможно вполне возможно мы с моей супругой 9 месяцев были на строгом сыроедческом питании ну и вроде неплохо себя чувствовали но опять таки пришел момент когда пришлось откатиться опять на веганство но надеюсь что я отработаю это самскару рано или поздно и перейду на сыроедческое питание в древней вне русской традиции когда человек заблудился в лесу что он кричит так вот и в нашей ягической науки есть такая очень хорошая практика мантра ом называется да и в ней мы обычно проплеваем четыре звука а о что для чего это вообще и и с чем ее едят это очень сильная практика которая помогает преобразовать вашу энергию дату жесткую и тяжелую энергию более тонкую и вы высоком да то есть она преобразует пространство вокруг вас и пространство внутри вас и соответственно вы становитесь наиболее гармоничные поэтому как говоришь есть одно хорошее высказывание в любой непонятной ситуации по и мантру он я вам рекомендую приверженец в христианство или какой-либо другой религиозной конфессии можете за это не переживать никакой религии это не относится никаких богов мантра он не восхваляет поэтому плохой у вас день тяжелый был день чувствуете что не можете найти каких-либо ответов на ваши вопросы да не знаете какой вариант выбрать решение той или иной проблемы попробуйте сесть и минут 15 хотя бы ну полчаса попить вообще в идеале конечно же час но если вы будете уделять хотя бы 15 минут мантры то поверьте мне у вас уже благая карма потому что даже мне не всегда удается уделить этому времени и попить хотя бы на ночь 15 минут мантры но когда я это делаю поверьте мне совсем другое состояние ощущение и мир вокруг начинает преобразовываться в лучшую сторону поэтому мантра ом очень сильный инструмент один наверное из сильнейших инструментов данный нам современному обществу доступны так скажем как и говорил практике медитации концентрация я бы от них и их отнес на второе место которое позволяет также преобразовывать вашу энергию и и улучшать вашу жизнь и отрабатывать те самскары которые вы наработали и карму которую вы наработали в прошлой жизни самомотивация еще тоже важно да всегда если вы будете читать какие-нибудь святые писания или ту же рамаяну или махабхарату то в вы должны в общем находить для себя всегда мотив на то есть когда вы приводите себе в пример великих маха йогов или великих практиков которым вы хотите подражать вы таким образом будете себя мотивировать и соответственно когда вы себя мотивируете к практике вы будете развиваться поэтому на определенном этапе сама мотивация будет очень полезно и ну она практически нужно в течение всей вашей жизни потому что приходят такие мысли и ко мне тоже думаешь да зачем мне это все надо типа пойду я в офис лучше ничего не буду делать заниматься там бумажки раскладывать да и потрачу эту жизнь в неведении в неведении но поэтому надо всегда себя мотивировать и идти дальше 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 и вспоминать о той цели которую вы для себя и каждый должен поставить потому что если у вас не будет конкретной цели то и вы по дороге затеряетесь на в то приводя опять тоже поле на середине поля вы встанете и думаете а боже а куда я иду вообще собственно говоря и зачем мне это я лучше прилягу здесь мне нормально замерзну и все и пойду на перерождение но переродились вы опять на том же месте где были полпути назад и опять так вот и и это очень важно и как говорит кришна подумайте об этом очень хорошей тоже практика является сострадание к вашим ближним много вопросов постоянно ко мне задают о том что вот я занимаюсь я там перешел или перешла на вегетарианство меня не поддерживают близкие мамы там папы родственники мужья жены что делать с этим выход только один как я и говорилось вначале занимаясь хатха йогой вы преобразовываете себя когда вы преобразовываете себя вы начинаете накопив определенное количество энергии вы сможете преобразовывать мир вокруг и ваших близких поэтому только занимаясь собой только занимаясь практиками самосовершенствования совершенствования улучшая свою жизнь только в вашем личным примером если вы предпределете будете ходить как я вот было время когда я узнал все про это мясо я приходил просто людям и говорил этот трупает что ты жрешь этот труп там меня никто не слышал но только когда прошло время когда я накопил опыт когда я накопил энергию ту энергию да то есть я просто людям показывал свой пример я просто говорил зачем ты ешь ну там вот это место и люди переставали есть и задумывались хотя бы задумывались об этом начинали там читать какую-то литературу смотреть те или иные документальные фильмы о которых очень много в интернете можете поискать поэтому проявляйте сострадание да если у вас появилась такая возможность развиваться и вы осознали больше чем ваши близкие то проявляя сострадание вы таким образом поможете им возможно в этой жизни тоже проснуться скажем так да но если вы будете на них давить и говорить да ты перестань там жрать иди на йогу давай за руку тащить его то у него только выстроиться щит самооборона и к йоге он вернется ничего не скоро ни одну жизнь возможно поэтому к этому нужно подходить очень аккуратно и потихонечку показывая лишь своим опытом как всегда везде то есть йога это не занятия тупо асанами на коврике а это как и говорилось в комплексе да вы следите за своими мыслями словами действиями да не несете злость соблюдаете старайтесь соблюдать яму и не яму то есть все вся ваша жизнь это и есть йога то есть когда вы становитесь более экологичными к этому миру когда вы более сострадательными становитесь добрее это начинаете помогать людям тоже особо внимание именно помогать кому нужно правильно да вот тогда и мир будет вокруг вас меняться и тогда вы будете заниматься йогой по сути они по форме потому что занятие йога по форме это вы пришли асанами позанимались и и ушли домой так и ничего не поняв но если вы хотя бы уже пришли и занимаетесь хотя бы хатха йогой поверьте мне это уже очень хорошая карма потому что прийти на коврик и заниматься йогой дано не каждому это означает то что в прошлых жизнях вы пахали и пахали занимались йогой делали накапливали благодарности накапливали тапас чтобы в этой жизни у вас была возможность а так как показывает опыт ну просто очень мной всех учителей и в том числе и мой опыт да бывает залетные приходят одно занятие позанимались потом думают эту йогу пойду я лучше в зал покачаю попу вот и это лишь показатель того что у них не по карме заниматься йогой а просто где-то они услышали модное название пойду позанимаюсь йогой это же модно сейчас вот поэтому такие люди они ну месяц два и все они отпадут появится различное количество ограничений нету денег нету времени там дети сады школы работа огромное количество появится различных препятствий которые не позволят им вернуться обратно в зал вы же нашли время нашли возможность прийти и позаниматься а у других появилось различное количество оправданий проблем и так далее и тому подобное это лишь показывает на то что они еще не переработали те самскары да ту карму которая не позволила им прийти сюда и услышать ту информацию которая позволит им развиваться эффективнее то есть все что происходит есть одна такая вещь ну я так скажем ее придерживаюсь что все что происходит в вашем мире в моем в нашем оно все предначертано то есть оно все расписано то что вы должны были сюда прийти конкретное количество людей то что я должен был вам читать лекцию говорить одни и те же слова все это было прописано но единственное что зависит от вас это отношение к той или иной ситуации то есть отношение к услышанному сделанному вот вы услышали какую-то ситуацию или вам дали пощечину да и вот здесь вы включаетесь вот я как как сущность да вы можете что сделать дать ему сдачу и накопить соответственно негативную карму и это зациклиться и потом из жизни в жизнь вы будете ему бить потом он вам будет бить и так вот круг за кругом круг за кругом а с другой стороны как говорил Иисус поставьте вторую по щеку и завершите этот цикл да жестокости то есть старайтесь так чтобы вся если есть на то возможность чтобы все все весь негатив все какие-то плохие вещи зацикливались и заканчивались на вас то есть если вам сделали что-то плохо и у вас есть возможность не ответить значит сделайте так почему потому что я вам вот только что об этом сказал потому что вы ответите в ответ в следующей жизни вы будете ему делать плохо он вам будет отвечать и так далее и тому подобное но если вы закончите этот цикл кармический узел будет развязаться таким образом и соответственно в этой жизни а конкретно и в следующих у вас будет более лучшие условия и более благие возможности для развития тоже почему тоже важно нести знания да или вкладывать в тех кто несет знания потому что если вы в этой жизни несете знания и помогаете тем кто несут знания то в следующей жизни у вас будет возможность быстрее прийти к этим знаниям то есть понимаете да если вы в этой жизни столкнулись там допустим в 30 лет с информацией по хаморазвитию то прикладывая усилия да неся знания в общество или помогая тем кто несет знания в общество в следующей жизни у вас там вы в 20 лет столкнетесь и допустим с вегетарианством тем же замечали да что есть дети которые в 5 лет рождаются в 3 года и говорят я не буду есть мясо мне воняет яйца вот это лишь показатель того что в прошлых жизнях они накопили настолько благую карму что в этой жизни они прямо вот у них что-то откуда-то это откуда-то взялось ну одни там едят за обе щеки а другие говорят нет я не буду все хотя ему ничего не говоришь еще тоже очень важный момент что вы можете понять насколько очистить более-менее очищается ваша карма если вы сделали какой-то плохой момент плохое действие и вам оно прилетело ну практически чем быстрее будет прилетать обратка тем лучше будет для вас вот допустим и я там допустим сделал что-то плохое или подумал что-то плохое мне может прямо в этот же день прилететь обратка и соответственно как говорится карма настигнет вот но если вы делаете что-то плохо в течение некоторого времени и обратка не прилетает да тоже многие люди особенно вот бизнесмены там все идут по головам там им ничего от этого не не происходит мне многие задают вопросы ну а как вот вот эти люди они просто тратят свой тапов в этой жизни они просто все растрачивают как знаете приходите в супермаркет все все скупили а выходите приходите домой а все денег нету завтра заплатить за квартиру соответственно они уходят опять вниз в нижние мира и опять накапливают потом опять прилетает тратит поэтому серединный путь является самым идеальным то есть если вы более менее хороших условиях живете у вас есть возможность развиваться то благодарите судьбу за то что у вас есть такая возможность кармы но что я перед этим говорил я убежал куда-то а ну вот если человек делает какие-то негативные вещи и ему не прилетает это то этого стоит бояться потому что это все накапливается накапливается а потом это как стрельнет да вот идет человек взял под на улице солнце светит а он подвернул ногу упал и поломал ногу ну что это просто так что вы думаете ничего подобного ничего в этом мире и в этой жизни не бывает просто так этот мир максимально идеален максимально справедлив поэтому если у вас закрадываются иногда мысли о том что с вами поступили несправедливо то спешу вас разочаровать в этой в этом мире все справедливо вы может быть это делали даже не в этой жизни да а много жизни назад это какое-то действие которое сейчас вам вернулось бумерангом а что вам нужно сделать я уже вам сказал завершить этот негатив на себе поэтому следите за тем что вы слушаете за тем что вы читаете за тем что вы делаете за тем о чем вы думаете и за тем о чем вы говорите вот наверное основные принципы поддержания себя более-менее в сатвическом состоянии если вы будете по чуть-чуть хотя бы себя контролировать и регулировать то у вас будет очень хорошее развитие вас будут поддерживать на определенном этапе и вы будете развиваться и последнее обязательно у вас должны быть единомышленники какой бы вы ни крутой не были махаек как бы там не прикладывали усилия к себе если не будут единомышленников вас несет волной с этого пути потому что близкие люди обычно не поддерживают когда вы становитесь на путь саморазвития а единомышленники всегда вас поймут всегда вас поддерживает всегда вас отдернут если нужно да поэтому это очень важно я очень благодарен вам за то что вы не являетесь моими единомышленниками ну я надеюсь тоже для вас являюсь единомышленниками потому что мы с вами смотрим по крайней мере в одну сторону да и благодарю вас за то что вы поддерживаете меня за то что сегодня вы уделили нам время и благодарю вас от всей души все он и до новых встреч